Дарницкая хлеба В них на Красноярской хлебопекарне готовят дарницкий хлеб. Традиция его изготовления началась в 30-е годы прошлого века, как раз на ленинградских хлебозаводах. И именно эти булки спасли жизнь тысячам людей, зажатых в тисках ленинградской блокады. Хлеб выпекали вот в таких формах по 250 грамм. Разрезали на две части. И блокадная пайка была 125 грамм. В основном хлеб из ржаной муки. И когда уже совсем расходовались запасы продовольствия, то уже в ход шел. Шли отруби, жмых, подсолнечника. А порой обойную муку, измельченную древесину, лебеду, хвою, выбойки из мешков и не только. Бывало форму для выпечки смазывали соляровым маслом. Про него блокадники говорили, что есть такое можно, только запивая водой и с молитвой. Но этому угощению голодающие люди радовались. Самое страшное было потерять хлебную карточку. И только когда запустили дорогу жизни, пайки начали увеличивать, а состав хлеба снова напоминать хлеб. 60% ржаной муки и 40% муки первого сорта. По такому рецепту его и сейчас пекут и в Красноярске, и по всей России. Производство дарницкого хлеба запущено по всей стране как часть памятных мероприятий, посвященных снятию блокады Ленинграда. Этот день отмечают 27 января. Как и в те далекие годы, булку разрезают на две половины, по 125 граммов каждая. С фасовкой и упаковкой опытным пекарям помогают студенты красноярских колледжей. Знаю то, что был голод очень сильный. Хлеба выдавалось очень мало. Примерно вот столько. Также 27 января во всех школах края проведут уроки памяти. А в нескольких торговых центрах организуют тематические площадки. Там блокадный хлеб будут раздавать бесплатно. Этот хлеб продаваться не будет. Это акция бесплатная. Она охватывает более 60 муниципальных образований нашего Красноярского края. В основном он будет развозиться по школам и техникумам. Будет упакован и выдаваться в такой листовочке, в которой будет фотография этого хлеба, краткое описание по блокаде Ленинграда. В этих маленьких кусочках память о подвиге ленинградцев, которые не сдали свой город и ценой собственной жизни боролись за победу для своего народа. Акция блокадный хлеб станет первой в серии мероприятий 2020 года, посвященных 75-летию Дня Победы в Великой Отечественной войне.